Приветствую вас. Если говорить о специалисте, то это психолог общения, транзактный аналитик, это психоаналитик, это когнитивный психолог, это гуманистический психолог и в некоторой степени социальный психолог. Тут возможны некоторые ограничения. Дело в том, что в связи с связью между проблемами общения и внутриличностными проблемами человека, то есть у человека, у которого нет проблем психологического характера или они недостаточно сильны, проблем с общением, как правило, нет. Соответственно, проблемы с общением только у тех людей, у которых есть проблемы внутриличности. И проблемы с общением это своего рода проекции во внешний мир. Проблемы есть. Например, проблема неуверенности в себе проецируется на внешний мир как невозможность или, скажем так, в виде нефункции общения. И если проблема неуверенности в себе устранить, с помощью когнитивной терапии, с помощью экзистенциальной терапии, то, соответственно, проблема исчезнет и проблема общения опадет. То есть отсутствие навыков общения – это симптом, за которым кроются другие, не обязательно более серьезные, но просто проблемы самой личности. И эти проблемы нужно, естественно, выявлять, разбирать, прорабатывать и устранять. Иначе работа с навыками общения будет всего лишь поверхностным таким видом имитации терапии, имитационной терапии. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Исходя из того, что я могу сказать вам сейчас, прямо на данный момент, это вот то, что, ну, если говорить о рекомендациях, которые можно вам дать сейчас, прямо, то задумайтесь над смыслом слова «общение». Вот что оно значит само по себе. Вот. Подумайте об этом и пусть этот такой вводный момент станет для вас началом новой, более активной социальной жизни, для вас, более активной социальной жизни. Которая, к сожалению, невозможна без вашей работы. То есть, если вы сами, если вы сами не будете делать чего-то для того, чтобы ваша жизнь изменилась, то, к сожалению, кроме вас никто этого не сделает. И поэтому для начала нужно, чтобы вы увидели сами, чего хотите. Каков ваш истинный запрос. Вот. Настоящий запрос. То есть, общение это, скорее всего, только на поверхности. А, скорее всего, запрос, он немножечко в другом. Вот. Но вы его, понятное дело, еще не осознаете, потому что для этого нужна определенная работа. Вот. Я думаю, именно так можно ответить вам на вопрос на ваш... Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.